привет всем довольно давно не виделись с вами в классической рубрике россия чужой взгляд сегодня я хочу вам рассказать про фильма который будет актуален свете интереса многих людей к изучению марксизмов ленинизмов коммунизмов и прочих замечательных вещей поскольку в нем пойдет речь о горячей и сильной любви истинного коммуниста и английской ну как бы мы сейчас сказали может шпионки на сами шпионки а простой а может быть и непростой секретарша речь идет про фильм финиковая семечка тимарин сид снята она по одноименному роману такой британской писательницы которую зовут эвелин антони и в общем-то рассказывает про шпионские страсти которые тогда были в самом разгаре потому что это был самый разгар бондиады насколько вы в курсе good evening commerce bed love нашего парня зовут федор свердлов и в данном случае оставлю ударение на первый слог только потому что так произносят в этом фильме играет его один из самых плейбуистых актеров того времени омар шариф ну вот да такой вот федор свердлов на острове барбадос он знакомится с британкой юдит феру она является секретарем home офиса это некий аналог британский аналог министерства внутренних дел и собственно у них там закручивается роман ну пока такую платонические они на вы она естественно рассказывает своему начальству что да вот его зовут федор свердлов и он работает военным атташе при советском посольстве у федора дома жена и чтобы не допустить романа с англичанкой ему подсовывают новую довольно таки секси такую секретаршу которую зовут есть еще один герой который мелькает в речи свердлова никто об этом не узнает за исключением понюшкина присутствует генерал голицын который хочет увидеться с вами причем ударение в этой фамилии ставится в зависимости от продвинутости актеров вот например амар шариф ставит ударение на первый слог и говорит я работал с генералом голицыным федор свердлов пытается ухаживать за англичанкой хотите русскую сигарету уверяю вас она не отравлена и он даже знает что путь в коммунистическую доктрину лежит через кровать возможно я смогу вас конвертировать в марксизм дорогие марксисты возьмите на вооружение этот прекрасный куртуазный способ соблазнения ваших оппонентов вашу святую веру акция м конвертинге макси правда для этого вам придется запастись собственным амаром шарифом а дальше идет совершенно потрясающая сентенция мы русские мы те кто придумали сказки а как например то что существует бог а и машин и аргумент и т.д. а вот это прямо как из дебатов на каком красном youtube канале это очень хорошо что у нас есть так много диалектических разногласий и тем не менее мы очень хорошо ладим друг с другом мы доказываем что она вполне реально сосуществовать а дальше идет тезис как будто сказанный моими устами но вы знаете те кто меня периодически смотрит что я крайне не люблю когда люди делят мир на черное и белое что коммунизм это хорошо капитализм это отвратительно и ваис верса наоборот соответственно увидеть плюсы и минусы по обеим сторонам фронта могут не только лишь все такова например жена этого самого федора сверлова которая замечательная судья во всем она всегда знает что правильно и что неправильно и всегда вот черты плинию вот так на этой стороне советские союз и партия они всегда правы на этой стороне капиталистический мир и он всегда неправ присутствует историческая байка была такая императрица в россии которая приравняла розовый цвет государственной измене ты знала об этом просто потому что розовый цвет был ее любимым я так думаю что речь идет о елизавете петровне про нее ходила масса всяких исторических анекдотов как например что любые материи которые привозились по морю должны были сначала попадать к ней а уже потом как мы сейчас сказали в торговые точки то есть у нее было первое право первой брачной ночи на все самые модные ткани таким образом она была всегда тренд сеттера как бы мы сейчас сказали но собственно федор сверлов продолжает к чему он это все сказал что некоторые люди у вас там на западе вот думаю точно также о тех кто носят красные галстуки и все это бессмысленно ну а что самое милое можно услышать из уст египетского актера прощай душенька он называет ее так по телефону ой я пыталась дозвониться до тебя в течение многих часов верь мне душенька наконец стадия соблазнения входит в финальную фазу почему бы тебе не стать коммунисткой и не вернуться со мной в россию еще раз обращаю ваше внимание на этот совершенно потрясающий метод соблазнения в новую политическую религию но она отвечает что в политическом плане я вот true blue настоящая голубая на самом деле это устойчивое выражение в английском языке она говорит о том что она является стойкой приверженцей приверженцем стойким приверженцем политики которые проводят партия тури то есть консервативной партии тут приходит приятель Федора Свердлова а друга Митя говорит что Дмитрий курит как труба и когда Федор пытается объяснить Юдит что такое труба она уже в курсе чимней вот еще одна чудная сентенция которая у некоторых вызовет аллергию после Сталина люди ну там у нас в Советском Союзе перестали рассматривать уничтожение полмира как способ распространения коммунизма а на вопрос почему он не хочет бежать египтянин отвечает потому что я русский и не хочу быть высланным из своей собственной страны в СССР тем временем еще один деятель по фамилии Калинин попадает в страшное место Любянка и это знак того что в Советский Союз возвращаться нельзя а в самом хоум офисе оказывается тоже есть крот я стал коммунистом еще задолго до того как встретил тебя я стал коммунистом до того как встретил тебя КУДИВНИН КОМРАД СВЕРЛОВ КУДИВНИН КОМРАД СВЕРЛОВ КУДИВНИН КОМРАД СВЕРЛОВ что такого милого фильма я не видел давно Федор Сверлов там отнюдь не дебил и даже его начальник который выглядит как помесь Брежнева и актера Леонова на самом деле этот актер уже мелькал в одном из фильмов в нашем обзоре он тоже не выглядит как законченный идиот возможно это обусловлено тем что время было такое политическая разрядка между СССР и США визит Никсона к нам в Советский Союз ну и в общем в 79 году подписание Брежнева знаменитого договора и собственно даже если вы посмотрите Бандиаду того времени вот у меня есть несколько выпусков можете сравнить там не проповедуется вот такой агрессивной русофобии которая началась с приходом к власти Рональда Рейгана и буквально России чужих взгляд номер два можете пересмотреть именно об этом вы как всегда можете мне кидать примеры русской клюквы которые вам попадались я очень часто ориентируясь именно на ваши так сказать рекомендации потому что сам я иногда не имею возможности это открывать для этого нужно пересмотреть огромное количество сериалов а у меня на это просто тупо нет времени и я буду продолжать их обозревать скоро вас ждет еще один набор но на этот раз уже более такого одувенького контента еще пара анонсов дорогие друзья 7 декабря будет наша творческая встреча с Егором Яковлевым в городе Иваново она пройдет в центре авангардного искусства ориентировочно в 16.00 более подробная информация появится скоро на наших ресурсах также с 14 по 25 декабря я буду в таких городах как Прага Вена и Будапешт если вы там живете и если вы можете мне помочь провести там опросы или рассказать что-то интересное про жизнь в этих конкретных городах то можете мне написать возможно мы с вами встретимся от себя же хочу напомнить вам что идет набор в группу по Петербургу три дня мы гуляем Романово без соплей террористический город и проходные дворы далее 20 января поездка в Париж 9 марта поездка в Берлин если вам интересно пишите я вышлю все подробности на этом все оставляйте комментарии вот там увидимся пока